призывники в тюрьме за взятки как избежать таких последствий друзья всем привет вы на канале служба защиты призывников меня зовут ангурян алексей в этом видео поговорим с вами о тех случаях которые бывают за такие действия да то есть кого реально там посадили не посадили и что же делать чтобы даже не думать о таких последствиях поэтому если у вас касается призыв в армию и не дай бог у вас были мысли о том чтобы давать кому-то взятки при этом обязательно посмотрите это видео и если конечно же будут вопросы то пишите в комментариях под этим видео либо оставляйте заявку на бесплатную консультацию ссылка есть в описании под этим видео итак друзья я на самом деле даже не думал об этом до чтобы говорить про что там за взятки такого там посадили но задают такие вопросы что бывают ли такие случаи мы стали вот ну мониторить как-то мы мы знаем за то что за именно за уклонение нас принципе реальных сроков пока что нет да то есть за то что человек уклонился служба в армии их конечно очень часто раскрывают эти уклонения все такое но там присуждают штрафы да все-таки как правило вот а за взятки мы как-то меньше внимания обращали ну реально как так получилось и вот стали мониторить сприте допустим одной маме ростовчанки дали пять лет реально пять лет колонии за то что она решила отдать взятку чтобы сын не пошел в армию да то есть вот такой вот случай допустим есть или есть случай когда сам призывник уже дал взятку и его реально осудили там что-то на год с чем-то у нас ссылочки мы все прикрепим к этому видео поэтому сможете посмотреть ну в реальности да что происходит вот там есть конечно нюанс что человека перед этим уже был условный срок то прям сейчас была условная там судимость его не погашенная и он момент этого как бы еще попался да скажем на этом поэтому получил реальный срок также есть сейчас он прям вам зачитаю да может быть вы помните даже были там такие дела про хоккеистов до которые там давали взятки и вот одному парню допустим присудили штраф в размере 2 и 2 миллиона рублей задачу взятки она представляете то есть он уже там суд посчитал что уже на текущий момент имеет доход не может такой штраф оплатить вот друзья поэтому это не шутки и что еще можно сказать что такие дела порой раскрываются и момент когда там человек фон там дал взятку его на этом поймали да и ладно там взятка все-таки чаще всего призывники идут свидетелями как бы не было до текущего момента все же меняется все может поменяться там я не хочу никого пугать но если вы совершаете преступления будьте готовы к тому что это может быть раскрыто и тогда будут последствия однозначно будут они могут быть разными меньшими там большими какими-то и никто вам сейчас не даст гарантии какими они будут там завтра послезавтра через год через пять так вот к чему я начал что допустим тоже по одной ссылочке и ссылочка увидите что врача поймали на том что он в период с 2013 года сейчас нам посмотрим с 2013 по 2020 год брал взятки да не представляете если там выявлено что те призывники которые там давали взятки по ним по всем будет проверка да то есть сколько народу у нас лишали военных билетов привлекали тоже к ответственности даже пусть не к уголовной дата материальной какой-то мы получали люди судимости за то что они когда-то уже там несколько лет назад дали взятку там незаконно получили военный билет и в итоге это все раскрывалось поэтому тем кто дает взятку конечно же как никогда не успокоится по большому счету да то есть там должно пройти куча времени что вообще это стало потом но уже не важно на грубо говоря то есть должно пройти реально очень много времени так что люди друзья какие есть варианты по большому счету законных вариантов у нас не так много но они есть они доступны многим первое конечно и самое основное это можно получить большинству военный билет по состоянию здоровья да и не надо давать никаких взяток вот даже я читая материала сейчас про взятки там пишут что часть парней действительно имела заболевания нафига они давали взятки под зачем когда можно было там постараться докрутить свои заболевания но именно докрутить я имею ввиду подготовить медицинские документы правильно чтобы военкомате на это обратили внимание и вы спокойно законно абсолютно законно иметь право на это получили свой военный билет и не давала первых не тратили вот эти вот нелепые деньги во вторых не имели потом проблем с законом или наоборот да тут кому кому что важнее также что здесь еще можно сказать я уже начал там про военный билет состоянию здоровья но все-таки еще там один момент скажу допустим если вы еще даете кому-то взятку представим что человека с просто обманул кому взятку дали все я как бы там забудь и не звони мне больше никогда какие деньги никаких денег не было ваша нет договора на то что вы там дали взятку кому-то ну скорее всего его нет и у вас по сути вы в ловушке вы либо просто забываете про свои деньги в таком случае либо вы идете и признаетесь в том что вы давали взятку такому-то вот лицу вы берете на себя риски за то что вы давали взятку то есть вы раскрываете свои мотивы в том числе да что вы хотели уклониться службы в армии это все далеко не приятные такие там действия большинство людей в таком случае конечно выберут просто потерять деньги которые они заплатили так что друзья не забывайте что реального большинства есть повод не служить парни по состоянию здоровья и вы можете пройти у нас простой бесплатный тест например это виртуальная комиссия военкомате ссылка есть в описании под этим видео можете и пройти если вы никогда не проходили там две-три минуты вашего времени проходит в мессенджерах легко быстро будете лучше понимать если у вас уже прямо сейчас какие-то явные причины не служить в армии по состоянию здоровья также сможете там задать свои вопросы и собственно получите ответы на них что что же вам делать текущей ситуации обязательно этим воспользуйтесь но и также предлагаю вам записаться на бесплатную консультацию это очень эффективно именно с целью понять что прямо сейчас с вашим здоровьем позволяет это не пойти в армии не позволяет что делать для того чтобы там все правильно подготовить то есть абсолютно реально и обязательно воспользуйтесь это будет сто процентов полезно даже если у вас уже есть какое-то мнение на этот счет годного и негодно и так далее также давайте еще про другой вариант да как же можно в армию законно не пойти можно же конечно пример учиться сейчас понятное дело это стало сложнее потому что теперь учиться надо 30 лет но иначе вы уйдете в армию потому что у нас возраст подняли и стало это возможно в основном для тех кто все-таки получит ученую степень на то есть у нас же как можно вы допустим отучились в вузе потом аспирантуре и в итоге защитили кандидатскую иначе потому что практически все закончат раньше 30 и пойдете в армию до других вариантов у вас уже просто не будет ну либо еще и социальные да допустим там двое детей принципе к 30 годам у кого-то это конечно же уже реализуемо да у кого как но это уже зависит конечно от вас и не всегда но там легко реализуем поэтому в первую очередь я конечно рекомендую вам присмотреться не к состоянию здоровья но если у вас есть какие-то вопросы как я уже говорил пишите их комментариях под эти видео либо оставляйте заявку нашем сайте бесплатно вас проконсультируем позвоним вам ну и ни в коем случае не давайте взяток это вот тем более в наше время абсолютно нелепая история не делайте так даже если кто-то прошел по вот по тому пути которые кажется кажется легким на вас этот путь может прекратиться потому что большинство случаев те кто давали взятки они были не первыми да то есть кто-то им порекомендовал кто-то уже таким образом военный билет получил свой незаконный а вот на них потом эта цепочка прекратилась надо на вам я думаю что в большинстве случаев не надо и опять же как будет складываться практика дальнейшее по уклонению чему будут осуждать да потому что вы знаете может быть что в по 328 статье у нас это уклонение служба в армию счета до двух лет лишения свободы пока не применяют может быть завтра начнут применять мы же с вами не знаем да какие планы по этому поводу все может быть так что ни в коем случае так не делайте если нужна консультация обращайтесь и желаю вам конечно легкого призыва что у вас все ваши цели выполняли все получалось все всем пока и